Нина Юрьевна, хозяйка дома, гостеприимно приглашает нас войти и сразу усаживает за стол пить чай вместе со всем семейством. За чаепитием рассказывает, что переехали в Анапу недавно, но полюбить город уже успели. Мы каждый год ездили к морю. Мы были в Сочи, в Лазаревском, в Геленджике, в Анапе, в Новороссийске, в Топсе. Но почему-то как-то ближе к сердцу Анапа. Очень душевные, теплые люди, по крайней мере, на нашем пути такие встречаются. Нам очень нравился этот город. Мы как бы 7 лет мечтали и мечтали, но и вот наша мечта осуществилась, и мы здесь. Одна из дочерей Даша учится в 10 классе и хочет стать педагогом. Шутит, мол, опыт уже большой. В своей семье она хоть и не самая старшая, но помогает маме воспитывать других сестер. Я хочу стать учителем именно начальных классов, потому что я люблю маленьких детей, люблю их учить чему-то, для себя какие-то открытия делать. А вот самая младшая из дочерей Дарина, кем хочет стать, пока еще не знает, но уже сама пишет стихи. Совсем недавно она написала новое произведение про свой, уже ставший родным ей город. К творчеству в семье Махановых особое отношение. Почти все девочки поют и играют на фортепиано. А Лена даже закончила музыкальную школу и сейчас учится в колледже. Музыкой занимаются все вместе. Как только кто-то садится за пианино, другие девочки тут же подхватывают мелодию. Музыка На праздники Дню Матери, куда пригласили все многочисленное семейство Махановых, Нине Юрьевне вручили благодарственное письмо за вклад в воспитание детей. Впрочем, к этому женщина относится спокойно, ведь для нее самая главная награда – ее многочисленное семейство. Музыка